Всем привет, девочки! Сегодня будет такое очень уютное, надеюсь, атмосферное видео для вас. Я хочу поделиться с вами своими последними фаворитами, новинками в мире уходовой косметики и декоративной. Если вам это видео интересно, я думаю, что да. Оставайтесь со мной, я начну. Сразу небольшое предупреждение, у меня открыто окно, потому что на улице очень жарко, просто невероятно, резко прям возлетела температура. Я взяла водичку, и вы тоже пейте побольше воды, пожалуйста, летом, такой осмар, что делаем гладочек воды и смотрим видео. Так, стигра, если вы хотите быть ухоженной, красивой, свежей, чтобы ваша кожа была напитанная, первый пункт это пить побольше воды. Поэтому, скорее всего, микрофон будет записывать разные звуки с улицы. Надеюсь, они вам не помешают, это такой будет лайф-режим. Ну, там автобусы ездят, стройка дороги, все нормально. Я не знаю, с чего начать, потому что у меня здесь очень много моих любимчиков. Наверное, начну с волос. У меня сейчас новая укладка. Я ее не совсем сейчас делала до конца, потому что торопилась. Но, если вам будет интересно, я сниму отдельное видео, где я делаю укладку на брашинг и бигуди. И да, сейчас много разных старых волос, разные плойки, дайсон и так далее. Но старые добрые бигуди делают свою работу на 100%. Крупные для объема, для того, чтобы чуть-чуть подзавить вот так вот локоны у лица. Я это обожаю, поэтому вот купила, пользуюсь. Если вам интересно, актуально, то я сниму отдельное видео, напишите в комментариях. И, собственно говоря, для этой же техники мне нужна вот такая вот расческа моя грязная. Брашинг. У нее такое керамическое термопокрытие, которое хорошо подкручивает волосы. Давайте дальше покажу вам разные такие крупные баночки. У меня появилось новое средство для снятия макияжа, для удаления макияжа от фирмы Top Face. Это лосьон, такое молочко для снятия макияжа. И я, на самом деле, пользовалась ранее гарниером, лореалем. Еще в подростковом возрасте, в школьное время молочко на снятие макияжа, хотя это не сильно красилось, но не суть. Мне они не нравились, потому что мне еще сильно забивали кожу, оставляли жирную пленку, жирнили кожу лица. Мне это не нравится. И поэтому я всегда очень скептически после этого относилась к любым подобным средствам. Но, когда в моей ванной появилось вот это молочко, я просто влюбилась. Во-первых, он невероятно вкусно пахнет, чем-то таким просто кремовым, пудровым, очень нежным. И просто одно удовольствие им пользоваться, это, во-первых. Во-вторых, оно правда хорошо снимает макияж. Не скажу, что прямо супербыстро, вмиг, как, допустим, дубфазные масла для лица. Но тоже очень хорошо и вообще не щипит глаза. То есть я прямо наношу это молочко на веки, снимала тушь, подводку. Сейчас у меня реснички нарощены, но работает вообще на 100%. Прямо вот рекомендую, рекомендую. Следующая бутылочка — это средства для очищения кистей для макияжа. Кисточки мыть нужно как можно чаще, потому что на них накапливается косметика, накисляется. Все это превращается в бактерии, в их размножение. Также попадает пыль. Если ваши кисти, как и у меня, стоят просто на свободном доступе, то на них все это оседает. В общем, жуть. И я нашла на iHerb вот такой вот от Eco Tools шампунь для кистей. Он в большом объеме, здесь 177 мл. Расход просто копеечный, я уже пользуюсь им месяца три. Очищает кисти отлично, много пены дает. От тональной основы, от жирных каких-то текстур. Бюджетное средство, если вам интересно, то я ссылочку, в принципе, на все постараюсь оставить под видео. Так что смотрите. Давайте разбавим немножечко декоративной косметикой. Помада, про которую меня все просто заспрашивали. Есть ли такое слово, я не знаю. В общем, вопросов было куча. Эта помада стала моей любимой. Она, правда, мой фаворит. Это помада MAC. Она, кстати говоря, сейчас тоже на мне. У нее такой лавандовый, пудровый какой-то финиш. Очень хорошо подчеркивает близну зубов. И в целом, без крандаша смотрится очень красиво. Это оттенок 918 Rippin. Среди всего многообразия поняла, что это вот та самая идеальная для меня, которая на каждый день, и при этом она смотрится эффектно, интересно. Для меня как-то очень красиво подчеркивает тон лица. В общем, можно даже макияж сильный не делать. Уже классно и выразительно. И, кстати, про помаду и макияж я сняла вам такой мейкап-туториал на макияж губ, про который тоже было огромное количество вопросов. Когда я вкладывала фотографии в Инстаграм, в сторис, на Ютубе уже была с таким макияжем, я сняла вам быстрый такой обучающий урок и опубликовала его в своем ТикТок. Это такое приложение, в котором можно найти огромное количество разного видеоконтента, полезное по тематике Инстаграм, очень удобная навигация по группам видео, по направлениям, по хэштегам. Можно найти бьюти-тематику, авто-тематику, кукинги. В общем, много и полезных видео люди выкладывают, да, такие же, как мы. И также развлекательный контент, какой-то просто прикольный видосики под музыку. В общем, кто что любит делать. Там очень удобная навигация по самому приложению, чтобы найти какие-то видео. И также, в чем еще плюс, то, что программа по алгоритму подбирает видео, которые вам интересны, постепенно запоминают, что вам нравится, и потом в подборке вам выдает ваш самый интересующий вас контент. Мне очень нравится канал Ультрафуд, там как раз-таки можно посмотреть разные рецепты, всякие штучки с едой. Мне кажется, это самый удобный формат, как можно вообще смотреть ями-кукинги, рецепты, к примеру, да, или какие-то тоже мейкап-туториалы, просто круто. Там, кстати говоря, очень легко и увлекательно можно создать свои ролики, ничего сложного нет, с кучей спецэффектов, переходов, стикеров, различной музыки. Можно сделать цветокоррекцию свою, добавить маски и творить над новым роликом. И там сейчас можно довольно быстро стать популярным, потому что подписчики быстро набираются, и я тоже, пожалуй, начну. Для вас я туда залила как раз-таки видео-туториал макияж губ со всеми секретными номерками помад, которые я использую, и я решила сделать для вас конкурс, разыграть такой вот бьюти-пакетик, сейчас покажу наполнение, мешочек точнее. Создайте, опубликуйте в TikTok свое бьюти-видео, можно на мейкап тему какую-то, поставьте хэштег. Давайте сделаем хэштег «Остров мейкап», и в течение четырех дней я выберу победителя, которым отправлю этот свой бьюти-мешочек. И очень надеюсь на вашу креативность, буду просматривать все работы, лайкать обязательно, и вы заходите на мой TikTok, я все условия оставлю внизу в описании, также ссылочку на само предложение. Там прям целый мир полезных и прикольных видео, так что надеюсь, вам понравится там. Если продолжать макияжную тематику, то для меня просто стало открытием, насколько классные карандаши у фирмы Марк Джейкобс. У меня есть в черном цвете и голубом, которым я сейчас подвела нижнюю слизистую. Это такая небольшая фишка, потому что раньше я боялась цветных карандашей, цветных теней, вот этот вот эффект продавщицы. Но я поняла, что если аккуратненько подвести верхнее веко, прям тонкую линию, такую вторую стрелку сделать, или нижнее веко слизистую, цветным не суперярким карандашом, который вроде бы незаметен дать какой-то подтон глазам, небольшой такой отблеск, то это будет очень красиво. Но вот этот оттенок, который просто моя любовь, он не то чтобы голубой, он такой серо-голубоватый. Оттенок называется вроде бы как стил, и он очень достойно держится на слизистой, не скатывается, не растекается куда-то. Маленькие такие карандаши, которые макияжу придают прям вмиг какую-то таинственность, изюминку. Если говорить про идеальную тональную основу, которую я просто сейчас обожаю, и она у меня уже давно, я пользуюсь ей периодически, я вообще всеми своими косметическими средствами пользуюсь так поочередно, поэтому эта тональная основа у меня уже полгода точно, я еще и зимой ей пользовалась. Она очень такая увлажняющая, плотненькая, жирненькая. Ложится просто как, даже не то чтобы вторая кожа, а просто растекается по лицу, все камуфлирует, ее совершенно не видно, кожа при этом блестит, именно не жиром, а вот как будто сияет, как будто вот так, чтобы обшикали термальной водой, и очень это хороший эффект. Также здесь есть SPF 15, немного, но хоть что-то. Обязательно, если вы в поиске хорошей, увлажняющей, подчеркивающей достоинства кожи, тональной основы, попробуйте где-нибудь в магазине именно вот это вот, Even Better. У них очень много разных оттеночков, поэтому 100% подберете свой. У меня оттенок SN28 Ivory. Что касается ухода за телом, я, конечно же, летом очень много использую на себя, просто литрами лью разные масла, лосьоны, бальзамы, потому что летом кожа сохла. Лично у меня даже больше, чем зимой. И из последнего того, что я попробовала, и пробовала недельки 2-3, мне очень понравилось. Это Butter для рук и для тела от My Story. Это корейский бренд, и я поняла после этого продукта, что я больше всего люблю именно баттеры. Ни лосьоны, ни крема для тела, ни масла, потому что они очень жирнят кожу. Но самое крутое это Butter, потому что эффект как от масла для тела более такой глубоко питающий. Крема и лосьоны, они такие поверхностные, чаще всего просто как будто бы воском покрывают вашу кожу. Конкретно этот баттер с маслом She, хлорелы экстракта, орган-ойл, запах крема Nivea, чего-то натурального такого, масел, в общем, очень приятный аромат, такой тоже нежный, ненавязчивый, пудровый, как я люблю. Я думаю, вы понимаете, как я объясняю эти ароматы. Пудровый, ну, в общем, пахнет детской присыпкой и что-то такое. Не могу не показать вам маски лица. Я думаю, что кто подписан на мой инстаграм, и если вы это еще не сделали, то обязательно подписывайтесь, потому что там, блин, намного больше всего интересного. Так вот, кто подписан на мой инстаграм, знают, потому что я часто в сторисы укладываю, что я просто фанат масок Гланглоу. И это просто вот на миллион тысяч процентов так, потому что все маски, которые у меня есть, у меня их огромное количество, наверное, практически все. И это единственные маски, после которых от каждой есть видимый эффект. Это маска-пленка серебристого цвета. Она у меня уже использована практически до конца. И это вторая баночка. Если вы ищете себе хорошую маску, которая улучшит цвет лица, чуть-чуть очистит кожу, при этом ее увлажнит, прям подтянет, то попробуйте вот эту вот. Это очищающая маска Супермат. Это грязевая маска с черной глиной. Она уже не пленочная, она смывается, она пощипывает кожу, делает такой очень сильный эффект холодка. И когда ее смываешь, лицо прям вот наливается, не знаю, румянец, такой появляется. Очень крутой эффект. Можно, в принципе, не носить макияж. И еще одна моя макияжная декоративная покупочка, это тень и однушка от Сифора. Я дорвалась до Сифоры. В России открылось уже несколько магазинов. И я вот только-только, как обычно, когда все уже отфанатели, когда все уже все раскупили, Настя выходит на охоту. В общем, я уже закупилась помадами, которые, кстати говоря, будут в чикток. И вот такие вот тень и однушка с хамелеон оттенком. Это Unicorn Dust, 361 номер. Я даже его не опишу по цвету. Он и коричневый, и зеленый, и фиолетовый, и розовый, и красный. Его можно носить просто в одиночку, растушевывать такую стрелочку в бок. И все, макияж уже готов будет. Тушью просто потрясающе. Вот как раз-таки помада от Сифора, которая нашумела и в Инстаграме уже, у многих селебрити, у многих блогеров. И я нашла этот номер потрясающий. И последнее, что я вам покажу, это карандаш для губ от Huda Beauty. Лип контур в оттенке Medusa. Я перепробовала все карандаши, и больше всего мне понравился именно этот. Он такой же чуть-чуть лавандовый, такой дымчатый, сливовый. Очень красиво вырисовывать им контур, делать растушевку и заполнять губы чуть более светлым оттенком. Получается просто такой потрясающий чуть-чуть ретро-эффект на губах. Кстати, этот карандаш очень красиво бы смотрелся с этой бумадой MAC, которую я вначале показывала. Чуть более темный контур получился бы, и уже такой более акцентный вечерний макияж на губах. Это вроде бы все. А, нет, забыла. Про окрашивание бровей. Как вы знаете, я окрашиваю брови вот такой вот хной от CC Brow. Lucas Papau, я очень люблю эту хну. Но нужно смешивать разные оттенки, чтобы получить свой идеальный. Прокрашивают кожу отлично, держатся на дельке две, все, и равноверно сходит. Но я вчера увидела в Улыбке Радуги вот такую вот хну для бровей. Здесь два саше, как я поняла, на два использования от FITO косметик в оттенке коричневый. И мне вот не терпится попробовать. Сейчас у меня краска сойдет хна с бровей предыдущей. И я обязательно сделаю... А, она уже там даже разведена. Сколько я поняла? Прикольно. Короче, я выложу в Инстаграм, покажу, как будет эффект. Lucas Papau стоит что-то в районе 800 рублей баночка, а вот это 80 рублей за два... совершенно два применения. На этом все у меня в этом видео. Надеюсь, я вас не утомила, и вам такие видео нравятся. Обязательно пишите в комментариях, нравится ли вам все еще подобные видео. Фавориты, когда я показываю какие-то вам свои покупки, баночки, косметику. Мне кажется, девочкам всем нравятся такие видео. Знаете, это такой асмар для девчонок. Просто посидеть с чаем, покайфовать, посмотреть на какую-то новую косметику для себя, отзывы о ней узнать. Все. Я вас всех нежно обнимаю. Пейте водичку. Я сейчас допью свою и буду монтировать это видео. Всем пока. Всех обнимаю.